Вот мы опять сталкиваемся с вопросами неоколониализма. Уже речь даже не о том, что, скажем, тема Эммануэль Макрон и Кавказ, допустим, если даже абстрагироваться от этого. Ведь фактически в Европе открыто уже идут голоса, в том числе и самой Франции, подвергающей критике политику этого лидера. И что вы скажете об этом, особенно в свете того, что эта колониалистская игла продолжает будоражить французских лидеров? Да, конечно же, на сегодняшний день я всегда это озвучивал, и еще раз повторюсь, что наличие так называемых заморских территорий у Франции в 21 веке, хотя реально нужно вещи назвать своими именами, колонии, это большой позор самому Европейскому Союзу, в состав которого входит и Франция. И то, что делает французское правительство сегодня в Новой Каледонии, это является грубейшими нарушениями основополагающих принципов того же Европейского Союза, в состав которого вошла Франция и взяла на себя определенные обязательства. Это грубейшее нарушение основополагающих принципов Совета Европы, все административные центры, которые находятся на территории Франции в городе Страсбурге. Это является грубейшим нарушением основополагающих принципов и принятых документов Организации Объединенных Наций. Но мы не слышим с этих институтов, особенно с европейских, какой-либо серьезной критики, давления в отношении Франции, чтобы прекратить эту позорную политику в 21 веке. Мы видим, что и все-таки Франция продолжает в лице своего президента Макрона настаивать на реализации своей колонийской политики, а именно эксплуатации местных народов, аборигенов, использовать их национальные богатства, ограничивать их права. И я считаю, что последние события, мы много говорили о ситуации в Каледонии, и последний раз Франция была вынуждена, именно вынуждена, значит, отказаться от того референдума, который она хотела провести, с определенными ограничениями, которые давали ей заранее известный результат. И после этого мы увидели какое-то спокойствие в этом регионе, но буквально на днях опять начались волнения. И с чем это связано? На прошлой нашей передаче я говорил, что французские власти арестовали лидеров национально-освободительного движения. Главная их вина была, что они лишь протестовали против этой колониальной политики. Но что произошло на днях? На днях французы вывезли вот этого лидера и еще шесть человек с новой Каледонии на территорию Франции для того, чтобы над ним провести так называемое судебное заседание. Почему этот суд не должен быть проходить на территории Каледонии? Ведь события происходили там. Чего боится Франция? Почему она проводит этот судебный процесс на своей территории? Какие она цели преследует? Это все показатель того, что Франция хочет в отношении них применить соответствующие меры, которые не отвечают требованиям международного законодательства. Это однозначно. Я приведу пример. Лидер национально-освободительного движения Корсики в свое время был арестован. Он совершил, конечно, террористический акт, убил французского представителя. Он был арестован. И он проходил тюремное заключение на территории Франции. И буквально, и в прессе это говорилось, и адвокаты говорили, что в его жизни существует реальная опасность. И народ Корсики требовал возвращения его на свою территорию. Но французское правительство ничего не сделало, и в конце концов его убили в тюрьме. Это тоже привело к определенным на территории Корсики. Очень серьезные митинги, протесты. И я хочу сказать по поводу Корсики, когда Франция говорит, что Корсика – это тоже наша территория и так далее. То есть Корсика, когда обладала своей государственностью, то есть когда у нее была своя конституция, у Франции своей конституции не было. Кстати, Корсика – это страна, которая самая первая приняла конституцию на территории Европы. Но сегодня она находится под оккупацией, можно так сказать. И это будет верная фраза ситуации. Поэтому вот то, что проводит политика Франции, опять-таки продолжает проводить на территории, своих заморских территорий, особенно на Новой Каледонии, все это ведет к тому, что эти волнения будут продолжаться. Я всегда говорил с первого дня, и сегодня же поддерживаю это мнение, что нельзя победить национально-освободительные движения. Если Франция посмотрит на свою историю, свою колонийную политику, где она вела войны, где она воевала вот с этими национально-освободительными движениями, совершала многочисленные преступления, в конце концов она вынуждена была согласиться с тем, чтобы дать независимость этим странам и регионам. Я считаю, что насколько раньше Франция примет решение вывести свои войска с этих территорий, в том числе Новой Каледонии, дать им независимость, это достаточно сформированные народы, они имеют уже свои определенные институты, политические партии, они могут управлять своими странами, они могут распоряжаться своими национальными богатствами, и они способны обеспечить и безопасность, и права своим гражданам в соответствии с международными структурами. Мурад Малим, сейчас хотелось бы послушать еще Сергея Становкина, но по Франции еще есть вопросы, я думаю, во втором вопросе в ваш адрес мы продолжим эту тему, потому что мы видим, что уже на самой французской площадке начинается очень серьезная проблема. Мы с вами беседовать на эту тему, сейчас послушаем Мурада Сададзинова, возвращаемся к Франции, потому что очень интересно происходит событие, там уже Анна Идальго заговорила против Макрона, на ваш взгляд, что происходит в самой Франции, вот в преддверии выборной кампании, и в целом позиции Макрона на сегодняшний день. Да, очень интересная ситуация во Франции, но я немножко отвлекусь от этой темы, и затрону еще один момент, я вспомнил по ходу связь Европейского Союза с политикой Франции на своих заморских территориях. Буквально вчера Азербайджанское информационное агентство обратилось с запросом к Европейскому Союзу по поводу, насколько соответствует вот этот вывоз арестованных лидеров национального сопротивления Новой Каледонии на территорию Франции для проведения суда. И на этот запрос ответил пресс-секретарь Стану, по-моему. Да, Стану, значит, Европейского Союза по вопросам внешней политики безопасности. Он сказал такую вещь, я очень удивился, он сказал, что это внутреннее дело Франции и Новой Каледонии. Я сначала не поверил, я несколько раз перечитал, может быть, я что-то неправильно понял, с каких это пор вопросы прав человека стали внутренними делами государства. Ведь Европейский Союз всегда, везде заявлял, что события, связанные с правами человека, они универсальны и не являются внутренним делом какого-либо государства, когда они были заинтересованы кого-то критиковать. Допустим, последняя ситуация в Грузии, когда грузинский парламент, легитимный, кстати, парламент, которого избрал народ и к которому нет никаких претензий со стороны Европейского Союза. Общепризнаны были, выборы, кстати. Обвинял этот парламент, требовал от него отказаться от принятия закона, кстати, закон, который принят подобный законам многих европейских стран в Соединенных Штатах Америки. Но это не считалось внутренним делом. Но когда вопросы касаются интереса ведущей страны Европейского Союза, почему-то это вдруг становится вопросом внутренних дел Франции. И насколько правообмерно проведение судебного процесса во Франции. Лично мне кажется, что Франция, французские судебные органы не будут достаточно беспристрастны в данном деле. Потому что есть много примеров. Как бы ни говорило, что Франция у нас демократические институты, у нас свободная судебная система, вспомним применение уголовной ответственности к лицам, которые не признавали киноцид, включенный в уголовное законодательство Франции. Так называемо. Да, так называемо, конечно же. И что же получилось? Лишь после того, как Европейский суд по правам человека посчитал это несоответствующим основополагающим требованиям Европейского комитета по правам человека и обязал, значит, Францию отменить это решение, было принято подобное. То есть мы видим, что насколько французская судебная система в вопросах, которые интересуют их государственные или же определенные этнические группы, часто предпринимает вот такие такого рода несоответствующие универсальным ценностям права человека решения. И поэтому я считаю, что это, конечно же, не внутреннее дело Франции. И Европейский Союз, если бы не применял бы так называемые двойные стандарты, о которых мы говорим всегда. Вот пример. Когда вопрос касается других стран, когда здесь есть интересы Европейского Союза. Тогда права человека, права человека. Права человека, и все вспомнят. И демократию можно. И то, что не было, тоже приплюсует к этому. А здесь конкретные нарушения, конкретная проблема. И здесь откровенно заявляется, что это внутреннее дело Франции и Новый Каледоник. К сожалению, вот эта реальность. Что касается ситуации во Франции, да, вы правильно сказали, ситуация очень, можно сказать, уже критичная. Потому что после поражения партии президента Макрона на выборах в Европейском парламенте, и вот внезапное со стороны, можно так сказать, волонтаристское решение, принятое Макроном об распуске парламента, вызвало бурю гнева со стороны его сподвижников. Первое, вот вы сказали о мэре Франции, это госпожа, которая часто встречалась с так называемыми военными преступниками, которые сейчас сегодня находятся в нашем средственном изоляторе и ждут скоро суда, и будут нести ответственность. И называли это защитой прав человека. Да, и будут нести ответственность за эти военные преступления в отношении от мирных граждан, в том числе. И вот она заявляет, что она в корне против, без нашего решения была принята Макроном. Буквально после этого премьер-министр, правая рука, вот этот лидер, неформальный лидер партии Макрона, он три дня вообще отказывался, значит, отвечать на вопросы прессы, после этого и не смог объяснить вот это решение Макрона. Буквально сподвижник президента Макрона, министр финансов, сегодня очень сделал интересное заявление, он назвал это ситуацию во Франции, Франции, он буквально цитирует, Франция катится к чертям. То есть это говорят люди самые близкие к Макрону. Интересно, вот буквально недавно журналисты Би-Би-Си посетили родной город Макрона, где он родился, вырос, и где родилась, выросла его супруга, Амьен, он называется, по-моему, Амьен, и они провели опрос накануне этих выборов. Вы знаете, они не нашли ни одного человека, который бы голосовал за партию Макрона. Кстати, опросы показывают, что на будущих выборах, которые будут 30-го числа этого месяца лидерство за правыми около 34%, левые объединенные они где-то собирают около 27%, а партия Макрона с 20% становится третьей. То есть, скорее всего, будущий премьер-министр будет не из партии Макрона, и можно сказать, что до конца срока, вы знаете, во Франции многие вопросы по внутренней политике премьер-министра, а по внешней сам президент, у него будет уже постоянно конфликт с премьер-министром. Но и до этого у него были проблемы. Многие, если я не ошибаюсь, в последнее время 28 законодательных актов были приняты, минуя парламент. В французской конституции есть такая такая что президент может принимать решение и ему придется опять это продолжать. Кстати, вот осенью он должен принимать очередной бюджет, опять он будет минуя парламента принимать. И это все говорит о том, что политика Макруна, которую он проводил, и своей внешней политики, и своей внутренней политики, которую мы на протяжении долгого времени на ваших передачах критиковали и говорили, что это приведет к серьезным проблемам внутри самой Франции. И сегодня результат налицо. Мы видим, что сам Макрон запутался, он не знает, как найти выход из своей популистической политики, которую он проводил и в внешнеполитическом поле, и внутри страны. Люди недовольны, многие недовольны, даже многие избиратели недовольны правыми и левыми, они голосуют за них не потому, что они их любят, а потому, что они не хотят голосовать за того же самого Макрона. И ситуация, конечно, во Франции сложная, я думаю, что и после выборов тоже будет в таком же русле. Даже несмотря на результаты. И мы видим, что виной этому, конечно же, сам Макрон. Мы видели, как он растратил дивиденды от внешнеполитических интересов самой страны в угоду интересам определенных этнических групп диаспорно своей территории. В данном случае мы видели его политику на Южном Кавказе, когда Франция теряла свое влияние в этом регионе из-за того, чтобы угодить интересам армянской диаспоры. И вот результат мы сегодня видим. Бумеранг как раз. Макрон потерял влияние на Южном Кавказе, в Азербайджане. Он потерял влияние на переговорный процесс между Арменией и Азербайджаном. Он теряет влияние в своих заморских территориях. Уже начались проблемы внутри страны. И вот результат, о чем мы предупреждали, о чем мы говорили на протяжении многих наших передач. Мурад Малимик, к вам последний вопрос, если можно. Сергей Становкин говорит о предсказуемости. Он говорит, что предсказуемость, безусловно, предсказуемость это то, что дает возможность гарантировать какое-то движение для той или иного государства, которое во взаимоотношениях с той или иной страной. На ваш взгляд возвращается опять Франция. Франция через призму Евросоюза. Насколько она предсказуема для самого Евросоюза? Говорить о предсказуемости Франции очень трудно. Буквально до этого мы когда говорили, мы отметили, что и премьер-министр, и мэр Парижа, и министр финансов, они были удивлены решением, это правая рука, премьер-министр, правая рука самого президента, они были удивлены решением президента, который распустил парламент накануне Олимпийских игр в такую тяжелую ситуацию, не считаясь и с мнением, даже не поставив известность своих близких людей, сделал подобный шаг. О какой предсказуемости можно говорить политике государства на внешнеполитическом поле, если во внутренних вопросах, таких серьезных вопросах, связанных с досрочными выборами, руководитель государства, а Франция, это республиканское государство и президент там обладает очень большими полномочиями, делает подобные непредсказуемые шаги. То есть, исходя из личности сегодня, мы говорим о политике Франции, и опять повторюсь, что политика Франции очень зависима от личности самого президента. Исходя из человека, который сегодня сидит в Елисейском дворце, мы не можем говорить о какой-либо предсказуемости политики этой страны. Да, были времена, когда это было достаточно в этом отношении предсказуемое государство, и это давало возможности выстраивать Франции нормальные отношения со своими соседями, и как в области безопасности, как отмечает наш товарищ, но здесь нужно отметить, что предсказуемость государства является главным, может быть, основополагающим фактором для инвестиций в эту страну, потому что финансовый сектор, финансовые институты, они и уделяют этому вопросу огромное внимание, поэтому это очень важный фактор, но в сегодняшней Франции, политике сегодняшней Франции в лице ее президента говорить о какой-то предсказуемости было бы с нашей страны очень наивно. Действительно, если бы это имело место, наверное, даже тот же Оланд, который тоже, назовем так, мягко говоря, своеобразным был президентом, тоже вошел в историю неоднозначно, но он вообще использует уже фразу в самой Франции «макронизм», то есть он ее использует с отрицательного подхода, и это говорит о том, что даже среди своих соратников, может быть, друзей, или близких людей по духу человек проиграл. Какими бы ни были выборы, какими бы ни были результаты сейчас, сам факт вот этого отношения к Франции показывает, что Франция проигрывает как государство именно по той причине, что возглавляет ее непредсказуемой политикой.